Приветствую вас. Я думаю, что нужно ответить вам также по черте. Значит, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вы пишете, я все очень детально описал одному знакомому психологу, но он помочь так и не смог. Это, если честно, меня немного насторожило. Что значит один знакомый психолог? И что значит вы описали ему? То есть понимаете, настораживает здесь знакомый психолог, как понять, знакомый психолог, да? То есть это, грубо говоря, знакомый ваш специалист, ваш знакомый специалист, или это что? Потому что, ну вот, понимаете, странно. Это такой момент. А следующий момент заключается в том, что вы пишете, значит, я описал свою историю, значит, ну, психологу знакомому. То есть именно описал, пишете вы. Ну, хорошо, вы описали, а что дальше? То есть как бы, вы говорите, что он вам не помог. А как он может вам помочь? Если вы, например, описали ситуацию, грубо говоря, один раз. То есть никакой работы проведено не было. Как я понял, как я понял. Ну, не знаю, какой помощи вы ждали. То есть взаимодействие с психологом, это либо одновазовая консультация и рекомендации, либо периодические консультации и определенная работа над собой. Вот. Дальше, значит, так. Я очень застенчив, верю в чудеса и, конечно же, в любовь. Понимаете, какая штука, Дмитрий? То, что вы застенчивы, это одно. Застенчивость связана, я так подозреваю, с тем, что у вас были строгие родители. В частности, возможно, отец. Вот. Ну, это, конечно, не точно, потому что информации о ваших родителях нет. Вот. Но, вернее, очевидно, что мужское вас очень сильно подавлено. То есть мужское начало вас очень сильно подавлено. Очень сильно развито женское составляющие, женское начало. Вот. Но с чем это связано, нужно разбираться. То есть у каждого человека, в принципе, в этом смысле своя история. Совершенно очевидно, еще раз повторюсь, что мужского вам не хватает мужского начала. Мужественности. Такое вот. Ну вот. Далее. Застенчивость, это что такое? Стедливость. Стедливость, это непринятие себя. То есть я какой-то такой, я не должен быть таким, я должен быть другим. Условно говоря, вы себе, ну, внушаетесь. Вот. То есть происходит отрицание себя, отрицание того, кем вы являетесь. По сути, это репродукция тех, опять же, мыслей, тех, опять же, приписаний, тех, опять же, слов, которые вам скорее всего говорили в детстве родители, о которых вы, в частности отца, достаточно серьезно слушали нас, прислушивались к тому, что он вам говорит и даже напомнили его слова. Далее. Вера в чудеса. Это, с одной стороны, идеализация, то есть складывание своих желаний и потребностей в то или иное явление. Идеализация, равно как и обесценивание, является искажением реального мира. И за идеализацией всегда следует обесценивание, потому что идеализация ведет к разочарованию. Всегда. Так что, необходимо рассмотреть вашу мотивацию к идеализации, цель идеализации, то есть почему вы верите в чудеса, зачем вам это, и определить, определить, что вы хотите, эти желания реализовать конкретно, реально, не в таком вот абстрактном смысле, как это делаете вы сейчас. Все. Дальше, конечно же, в любовь. Понимаете, какая штука, Дмитрий? В любовь верить не нужно. Любовь не нуждается в том, чтобы в нее верили. Любовь, она просто есть, она просто есть и так, любовь. Поэтому, верить в любовь не стоит, но то, что вы в нее верите, говорит о том, что вы ее хотите, вы в нее нуждаетесь, в любви. И связано это, опять же, с тем, что ваша вера в любовь компенсирует вашу застенчивость. Насколько я себя не принимаю, насколько я нуждаюсь в любви. Я хочу любить и хочу, чтобы любили меня. И здесь, на самом деле, перекос, как правило, идет именно в сторону того, чтобы любили меня. Вы, конечно, говорите, что я хочу делать человека счастливым, я хочу любить его, я хочу окружить его диплом, ласка, забота и так далее. Все так, но вы хотите этого. То есть вы хотите кого-то любить, это означает, что вы через этого человека будете любить себя. Но любви к себе у вас больше не появится, и человек увидит вас как кого-то, кто себя не любит. То есть нельзя, нельзя, не любя себя, не принимая себя, вы себя не принимаете, потому что вы стыдитесь любить другого. Здоровой любовью имеется в виду, имеется в виду. Дальше, у меня никогда не было девушки, но это связано с тем, что у вас, опять же, мужественно сподавлено. Поначалу меня это мучало было стыдно, но по истечению времени я перестал. Скорее всего, зарационализировали, интеллектуализировали, потому что вы не глупый человек, убедили себя в том, что какие-то такие левые отношения, мимолетные и так далее, вам не подходят. Искал ту самую девочку, которая полюбит тебя таким, какой ты ест. А как вы можете найти такую девочку, если вы себя не любите таким, какой вы ест? Это первое. И второе, нет, нет такой девочки. То есть нет такой девочки. Та девочка, которую вы нашли, она просто идеально подходит под то, что вы хотите. Но я не уверен, что вы готовы принимать ее недостатки, которые обязательно будут. Дальше ничего не происходило, что и не удивительно. Ответаю веру, что судьба всегда соединит две частицы одного целого, и я просто в это верю и все. А, Дмитрий, судьбы как таковой нет. Нет судьбы. Ее не существует. Никто и ничто не соединит две частицы одного целого, потому что и одного целого не существует. Здесь я вижу вашу потребность в слиянии. Вы хотите слиться с другим человеком, вы хотите соединиться с ним духовно и физически. Я бы рекомендовал вам почитать про механизм слияния и насколько это, в общем-то, губительно для конкретного человека. Верите вы в это потому, что отчасти боитесь ответственности в силу своей застенчивости и в силу своей стыдливости и перекладываете ее на кого-то другого, на что-то другое. В данном случае это судьба. Ее раз повторюсь, судьбы нет. Ну, многие говорили, ты странный, у тебя никогда не будет этого самого, ну и в таком роде останешься девственником, бла-бла-бла. Ну, может быть, девственником вы и не останетесь, вот, и не плачет, у вас этого самого не будет, правда, чего этого самого, я не очень понял. Ну, вот. Совершенно очевидно, что людям не нравилось и не нравится, как вы себя ведете, и людям не нравится ваша идеология, людей это пугает. В глубине души любое отклонение от нормы, которое устоялось в обществе, пугает. Они не понимали меня, мне давным-давным-давно, еще в 14 лет, отец сказал простые слова, они мне запомнили, общаясь с девочкой так, как своей дочерью, обращаясь с девочкой так, как своей дочерью. Я вынужден констатировать тот факт, что это в корне неверная мысль. Почему? Потому что, если вы обращаетесь с девочкой, как со своей дочерью, это означает, что вы для нее фактически становитесь родителем. То есть, вы для своей девочки становитесь родителем. Если вы для своей девочки становитесь родителем, то вы выстраиваете отношения по принципу родителей-ребенок. Отношения по принципу родителей-ребенок между двумя людьми, которые не являются, собственно, родительным ребенком, являются, ну, на самом деле, деструктивными. Потому что нельзя хотеть свою дочь и нельзя хотеть вас в норме, как бы. То есть, вы только вдумайте, обращайтесь к девочке так, как будто это твоя дочь. И что, и спать с дочерью? Понимаете, насколько это неверно? Неверно. Вот. И я полагаю, что именно отец, ваш отец, по-видимому, держался от вас отстраненно. Держался от вас одоленно. У вас не было возможно с ним той связи, которая необходима для формирования мужественности у вас. Я могу здесь ошибаться, потому что структура детско-родительских отношений достаточно сложная, но мне почему-то показалось именно так. Вы пишите тут и комментарии не нужны. Ошибаетесь, комментарии здесь как раз-таки очень-очень сильно нужны, потому что это в корне неверная постановка вопроса в отношениях между мужчиной и женщиной. Они настолько застели меня в голове, что являются моей ценностью, моим компасом по жизни. Дальше эта мысль только развивалась и развивалась. Ну вот, общаться именно поэтому у вас ничего не получается, потому что вы хотите быть родителем для своей девочки, а вы сами, вы сами ребенок. Вы сами ребенок. Вас вы стыдитесь, вы свои чувства не можете выразить и так далее. Вот. То есть тут очень серьезный конфликт возникает. Это первое. Второе. Опять же, в теории даже, если предположить даже, что вы найдете такую девочку, которая устроит быть дочерью, вам, ну, как бы, да, такие отношения, то вам нужно быть достаточно зрелым для того, чтобы быть ведущим в отношениях. У меня нет ощущения, что вы можете быть ведущим. Пожалуйста, потому что вы незрелая личность. Вы незрелая личность, в смысле, что у вас очень мало именно взрослого, у вас очень много родительского, очень много детского, но очень мало взрослого. Кстати, с этим можно поработать. Я не понимал парней и девушек, которые говорили, что любили, что через полгода те же самые слова отрисованы другим. Смотрите, Дмитрий, я не буду, значит, читать это все, потому что, в принципе, общий посыл не яс. Я скажу следующее. В части выражения чувств, то есть, говорить одному человеку «люблю», через полгода говорить другому человеку «люблю», вы правы, это не любовь. В части отношения секса, мне кажется, что вы таким непринятием сексуального поведения компенсируете свою сексуальную неудовлетворенность, потому что у вас секса, как я понял, не было. Здесь вы проявляете свои хандистские настроения. То есть, нет ничего плохого в том, чтобы, значит, как бы заниматься сексом, там, в качестве, допустим, поддержки, отвлечения и так далее. В этом ничего плохого нет, при условии, если человек после этого не возвращается к своему партнеру. То есть, как бы, вы расстались, можно заниматься сексом, с кем-то еще, чтобы отвлечь. Иногда это единственный выгод, иногда это реально помогает, в этом ничего плохого, ничего плохого нет. Но возвращаться после этого к своему партнеру, это, это неприемлемо. Тут я с вами согласен. Вот. Дальше. Так просто и легко лечь по стиле с другим человеком, не тревожиться за это, как будто это обычное дело. Это нормально. К сексу, да, так и нужно относиться. Здесь вы, еще раз повторю, продвигаете хандистские идеи, идеи, идеи. Вот. Как бы, секс давно перестал быть табу, и это очень здорово. Другое дело, еще раз повторюсь, что сексуальное поведение не должно вредить партнерам. Да? То есть ты не можешь, например, расставшись с партнером, спать с кем-то другим, а потом вернуться к партнеру. Так это делать, вот так делать нельзя. Дальше. Так. Значит. Люди с подобными стилцами постоянно учили меня, как жить, как вести себя с девочкой. Ну, я не думаю, что вообще кто-то может кого-то учить жить, тем более как вести себя с кем-либо, потому что к этому человек должен прийти сам. Здесь, опять же, люди не просто ведут себя как-то, как-то, но они пытаются навязать вам свою позицию. Вот это в корне, это тоже в корне неверно, потому что навязывать свою позицию, ну, мягко говоря, не стоит. И учить никого не стоит, особенно если, как бы, человек не прост. Вот, поэтому в данном случае, в данном случае здесь, как бы, нарушение личных границ. Что касается того, что у вас все вышеперечисленное пугает и убивает, ну, опять же, это очень детская позиция. То есть, что значит пугает? Что значит убивает? Ну, правда, ну, как бы, от мужчины слышать подобное, ну, мягко говоря, странно. То есть, в реальность нужно принимать такую, какая она есть, знаете, как бы, ну, вот. И отделять то, что действительно полезно, да, то, что действительно можно, от того, что действительно вредно и от того неприемлемо. А это определяется каждым человеком. Еще раз повторю, да, то, что в свободных сексуальных отношениях ничего плохого нет. Пока это не несет вреда другим людям. Напряжение в мою сторону вырастало, особенно, когда я высказывался в полной мере, так как долгое время я избегал этой темы, никому не говорил свое время, не хотел споров или обидеть кого-то. А что изменилось? Что изменилось? Почему вы раньше не высказывали свое мнение, а теперь начали это делать? Что произошло? Вот, ваша бесконфликтность, это тоже проявление, на самом деле, отсутствия мужественного. То есть, высказать свое мнение и поспорить не значит вступить в конфликт. А то, что вы боитесь споров, это вы не уверены в своей позиции, скорее всего, ну, в своей точке зрения. Ситуации вынуждали говорить, где-то вы перекладываете ответственность за свой выбор выражать мнение на ситуацию. Поскольку я долго терпел здесь, вы склонны подавлять свои чувства, что тоже является очень деструктивной позицией. Люди перестали воспринимать меня как человека. Ну, да, тут как бы все верно. Все это происходит изо дня в день. Странно. Странно, Дмитрий. Вот, серьезно, мне странно читать ваш текст, потому что я с трудом могу представить людей, людей, которые каждый день спорят на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной, на тему секса. Нет, серьезно, я не знаю, каких людей вы выбираете, какое у вас окружение, но это страх. В любом случае, эти люди, если они действительно ведут себя так, они предсказали свои цели, скорее всего, страх перед вами. Если вы так поступаете, если вы каждый день спорите, это уже вопрос к вам, для чего вы это делаете. Уверен, это не конец, только начало, и борьба будет длиться, чувствовать до конца дней. Вот именно. Вы не принимаете себя до конца, потому что вы стыдитесь, и вы не можете принять других людей. Вы не можете отделить принятие чьих-либо поступков и каких-либо поступков от, допустим, наличия пользы или вреда от этих самых поступков. Понимаете? Мир, мир, мир состоит из полимеров. Мир полимерен, а у вас мир делится на белый и черный. Правильно, неправильно, хорошо и плохо. Так не работает. Это еще одно проявление вашего детского мышления. Постоянные восторги от друзей. Уф, прошла. Какая прошла, ты видел, какая у нее попа. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Если эти люди свободны, если у них нет своих вторых половинок, либо, ну, как бы, вторые половинки позволяют это сделать, и, в общем-то, люди строят отношения, ну, вот такого типа. Еще раз, в этом ничего плохого нет. Когда вы пишете, господи, это просто попа, чего ей восхищаться, это вы еще раз подавляете свои желания, свои желания. Вот, у меня постоянно такая реакция или приблизительная точность. Да, конечно, не нравится, подчистывать, подшучивать иногда. Как надо держаться в корочем настрое, ориентироваться на свои чувства и ценности, когда каждый день тебе давят такие факторы. На самом деле, просто у вас это не ценности, это стереотипы. К ценностям это вообще никакого отношения не имеет. Ценности несут только пользу. Вам ваши ценности вредят, а не вас ограничивают. Смотрите, если бы вы, если бы, ну, вы восхищались бы девушками со своими друзьями, и если бы вы позволили себе такие связи, вы бы себя, вы бы себя быстрее обрели, вы быстрее обрели бы уверенность в себе и смогли бы более адекватно устраивать отношения с девочкой Асей. А так, вы себя, по сути, в кавычках, берегли и в итоге подошли к отношениям с Асей абсолютно неприготовленным. Да, это звучит цинично, да, это звучит, может быть, не совсем так, как вы хотите, но это реальность. В реальной жизни нужно иметь навыки общения, навыки взаимодействия. Знаете, какая штука? А у вас этого ничего нет. У вас не дурацкие, не дурацкие ценности, у вас ценности просто не выражены ярко. Я ещё раз повторю, вы против измен? Это окей. Вы против не смесились в мире и в мире? Это окей. Это супер. Вы там, грубо говоря, за верность и за преданность, и за то, чтобы быть преданным своему партнёру. Это круто. Это хорошая ценность. Но вы против секса, вы против восхищения, как бы, ну, физической составляющей людей, и это странно. Это то, что делает ваши жертвы, повторю, носителем ханжевских идей. Дальше. Что для меня плохо, а для других хорошо, то для других приемлемо, а для меня нет в голове никакой. Ну, тут нужна, конечно, тут нужна помощь. Неужели я выдумал неправильные рамки? Да. Рамки вы выдумали неправильные. Да, подумал, что они не нужны вовсе. А, нет. 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 Спать с кем попало, и делать по принципу, что хочу, то и врачу, потом оправдываться и говорить, берёшь жизнь и всё, это не совсем так. Спать с кем попало нельзя, не нужно. Спать с тем, с кем нравится, да. Да. Использовать секс, точнее, использовать людей для секса, это тоже нормально. Для меня нужно, опять же, поставить сразу в жилаковую ответственность. Что, привет, ты мне понравился, например, да, или ты мне понравился, я хочу просто с тобой переспрашиваться. Это просто отношение ради секса. В этом ничего плохого нет, такого реально. И то, что вы себя, ещё раз повторю, в этом награничиваете, по сути делает вас аутсайдером. Вот. Значит, соответственно, отвечая на ваш вопрос, правильно ли вы рассуждаете, я дал свой ответ на это. Я полагаю, что это достаточно адекватная позиция, учитывая и что это для вас ценно, и, вместе с тем, указывая на абсолютно ненужные, лишние рамки и стереотипы, которые вам только вредят. Дальше, значит, значит, я нашёл девушку по имени Ася. Так, ну, то, что вы её идеализируете, это понятно, то, что вы видите в ней всё то, что вам не хватает, это тоже понятно, то, что вы в ней пытаетесь раствориться, и то, что вы пытаетесь её спасти, это понятно тоже. Здесь, если у вас нет личных границ, с личными границами нужно работать, то, что вы пытаетесь её спасти, здесь треугольник Карпмана, вам нужно посмотреть, чтобы, ну, так, получить представление о том, что происходит. Вот. Ну, и, соответственно, то, что вы исчисняете своих чувств, цените своих чувств, это родом из детства. В детстве вам, скорее всего, тоже свои чувства выражать не позволяли, либо вы боялись это сделать. Работать нужно не над тем, чтобы Ася выразить свои чувства, работать нужно над тем, чтобы просто выражать свои чувства, чтобы просто становиться более уверенным в себе, чтобы снизить мотивацию быть именно счастливой. Ну, и ваша любовь здесь именно, я её не обесцениваю, но, если бы это была чистая любовь, так вот, чистая любовь по отношению, там, допустим, ну, к человеку, грубо говоря. Если бы это была чистая любовь, вы бы, на самом деле, не боялись бы признаться, потому что вам было бы плевать на то, как она на это реагирует. Если вам не плевать, как она на это реагирует, значит, вы хотите что-то для себя в этой ситуации. Если вы хотите что-то для себя в этой ситуации, это нужно отделить, потому что это создаёт абсолютно ненужную мотивацию, сверх мотивацию для того, чтобы признаться девочке в чувствах, что и стопорит вас. В итоге, отвечая на ваш вопрос, вам не нужно себя перебарывать, вам нужно, наоборот, себя раскрывать. Это работа с психологом, это, к сожалению, не единоразовая работа с психологом, это определённая работа, это определённая стратегия, и вам нужно пройти свой путь. Путь взросления, путь обретения зрелости, путь становления и переоценки ценностей. Потому что сейчас для вас наибольшая ценность, как мне представляется, связана именно с людьми и с любовью, а ценность, на самом деле, должна быть совсем другая. Вот. Как бы, да, вы перестанете, может быть, в результате работы идеализировать, ну, идеализировать окружающих, идеализировать любовь, идеализировать ещё какие-то вещи, так как сейчас. Но, я полагаю, что вам впадет на пользу. Бороться ни с кем не нужно. Вот. Вы видите, пишите, что я боюсь человека потерять. То есть, это вы боитесь потерять, это вы боитесь остаться один, это вы боитесь стать брошенным. Это всё родом из детства. Именно с этого нужно начинать. В противном случае, даже если вы признаетесь в чувствах девушки, видите, она вас уже в губы там целует и т.д. и т.п. Вот. Она получит, ну, в лучшем случае она получит родителя, который будет её контролировать, который будет навязывать ей какие-то свои взгляды. Вот. А в худшем случае она получит неуверенную в себе мужчину, который сам ещё ребёнок. И что в итоге получится? В итоге получится ничего хорошего. Вы пишите, что вам ничего не помогает. И хотелось бы знать, а что именно вы пытались обратить себе на пользу? То есть, как вы пытались себе помочь конкретно? Мне не очень понятно просто. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду ротомочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.